Компания Ugo Input представила на IDEX 2019 новую ракету 22 февраля 2019 года ЦАМТА компания Ugo Input представила на IDEX 2019 новую ракету Источник изображения BMPD.livejournal.com ЦАМТА 21 февраля Сербская компания Ugo Input на выставке IDEX 2019 представила новую ракету Rolars, предназначенную для поражения наземных целей вне зоны прямой видимости Как сообщает James Defense Weekly Пуск боеприпаса осуществляется с применением восьмиконтейнерной пусковой установки Размещенной на шасси боевой бронированной машины Laser 3 с колесной формулой 8Х8 По информации одного из разработчиков Dragon Andrico Rolars представляет собой уменьшенную версию ранее разработанной ракетной системы большой дальности Rolars, Advanced Light Attack System Оснащенной твердотопливным двигателем и несъемным ускорителем Rolars, комплектовалась с турбореактивным двигателем и сбрасываемым ускорителем Новая силовая установка уменьшает дальность поражения с 25 до 10 километров, но удешевляет боеприпас Ракета Rolars оснащена аналогичной системой наведения, как и Alas, оператор может запрограммировать маршрут полета боеприпаса по точкам перед запуском Ракета будет следовать по данной траектории, используя комбинированную ANS-GPS навигационную систему На конечном участке траектории видеоинформация от электронно-оптической ГСН, возможно установка инфракрасной или более дешевой телекамеры, в зависимости от запроса клиента, поступает на станцию управления по оптоволоконному кабелю, что делает ракету устойчивой к воздействию помех Оператор может выбрать цель, когда она станет видимой, в идеальных условиях на расстоянии до 8 километров Система автоматически сопровождает цель, даже когда она временно скрыта Компания демонстрировала возможность ГСН на выставке Оператор может отказаться от атаки цели, дав команду на подрыв боевой части в воздухе или направив ракету в землю Боеприпас может оснащаться боевыми частями двух типов, термобарической, осколочно-фугасной и тандемной кумулятивной Имеет сходство с разработанной Но не пошедшей в производство, твердотопливной ракетной системой большой дальности Разработчики уточнили, что как конструкция самого боеприпаса, так и ГСН были доработаны В свою очередь, ALAS была доработана к версии легкой противокорабельной ракеты, получившей обозначение ALAS-C совместно с Emirates Advanced Research Ampersand Technology Holding Earth для ВМС ОАЭ EUGOIMPET представила пусковую установку для этой ракеты в мае 2017 года Но пока не ясно был ли подписан контракт на производство комплекса 21 февраля 2019 года право на данный материал принадлежат сам То материал размещен правообладателем в открытом доступе